Приветствую! Сегодня я вам расскажу об одном секретном, или можно даже сказать, тайном персонаже, что появляется во ФНАФ Секьюрити Бридж. Или скорее сказать, появится в обновлениях игры. Ведь в данный момент персонаж пока только упоминается. Как вы уже все, наверное, слышали, в театре Фазбера, около детского сада есть одна секретная комната, что является также и комнатой Солнца Лунного. Многие сначала решили, что это комната Грегори, но это не так. Это как раз логово нового персонажа, который появляется уже на постерах в ФНАФ 9, и был, похоже, похищен совместно с Грегори. Если рассматривать комнату куда более внимательно, то можно найти там сумку с запиской, которая как раз и раскрывает немного личность человека, что прятался в той самой комнате. Там написано. «Они работают сообща. Игровые автоматы. Они что-то скрывают. Глюки. Если заставить их глючить одновременно, тогда принцесса узнает меня. Это проверка. Я пока недостойна. Другие защищают ее. Позвольте мне остаться. Я уже так близко. Пожалуйста, всего на одну ночь. Я могу спасти принцессу». Учитывая, что это письмо было найдено именно в той самой комнате, то становится ясно, что девушка или девочка все же смогла остаться на ночь в пиццерии, которая изначально должна была появиться в игре. Даже если смотреть по одежде, видно, что она девчачья. И где же появляется данный персонаж до релиза игры? Правильно, на постерах. Мне кажется, это та самая кудрявая девочка или девушка, пока мы точно не понимаем. Но, посмотрев газету с пропавшими детьми, я обнаружила ее и там. Похоже, нам открывается судьба еще одного пропавшего ребенка. Что нам известно о ней? Она знает Кэссиди. Ведь вы прекрасно видели по письму, что принцесса должна была узнать автора. А принцесса, как известно, это и есть убитая девочка. Также в той комнате есть постер с тортиком. Что имеет название «Мой счастливый день». Совсем как имени-игра, где Кэссиди получает торт от марионетки. Слишком много Кэссиди на одну комнату, да? Вот именно, тот, кто прятался в том логове, прекрасно знал, что Кэссиди можно спасти, сыграв в мини-игры «Квест принцессы». Что как раз и делает Грегори, когда мы проходим на концовку с освобождением Ванессы. Но вот только остается вопрос, как именно она была связана с девочкой, что была убита почти 40 лет назад. Честно, я даже не могу это представить. Может, она и не знала имени принцессы. Скорее всего, она знала именно то, что та жива и имеет душу. Раз уж имени Кэссиди она не называет. Именно поэтому девочка решила остаться в пиццерии. А та отсылка с постером как раз намекает на то, что принцесса – это Кэссиди. И ребенок, что остался там, свят от с ней. Ну что ж, мы должны понимать, что эта девочка должна была быть похищена Ванессой. И, судя по всему, похитили ее как раз после того, как она начала пытаться прятаться в вицеплексе. Возможно, как раз из-за ее одержимости спасти принцессу. И плюсом, она была удобной жертвой, что сходили ночью, пока никто не видит. И это как-никак имеет смысл. Ведь пряталась девочка именно в комнате солнца лунного. И, скорее всего, именно днем, когда был включен свет, когда активен был добрый солнцеликий. А в первую же ночь, как только стало темно, появился луналикий, схватил ее и утащил Ванесси. И с тех пор комната запустела, а девочка так и не спасла принцессу. К сожалению, больше о ней ничего не известно. Может, она осталась жива, что вряд ли. Но я уверена, что она еще получит свою роль во ФНАФ 9. Ведь не зря ее поместили на постеры. Может, она еще и появится в обновлениях. Что, скорее всего, так. И мы узнаем куда больше, нежели простое упоминание некой девчушки, что хотело помочь освободить Кассиди. И даже если эта девочка никаким образом не связана с той комнатой и письмом, в любом случае появляется она как на постере, так и в газете. Так что мы еще увидим о ней историю, я уверена. На этом все. Как думаете, скоро о ней расскажут? Может ли она быть связана с исчезновением Бонни? Напишите в комментариях. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok